Добрейшее утро, дорогие мои друзья! Ну это вообще... Я сейчас голову практически кипятком мыла. У нас вода снова отключили. Воду. Это хорошо, что я с утра всю кухню перемыла, посуду заложила. Я даже на шкафах наверху помыла. Ну и что вы думаете? Воду набираю? Нет, не для того, чтобы приготовить кушать с ней. А хотя бы, чтобы в унитаз можно было смыть. Если вдруг... Долго не будет воды. Дурдом. Вот реальный. Каждый раз. Как такая вода может идти странно? Объясните мне. Вот как. Доброе утро, дорогие мои друзья! Просыпайтесь. Нас ждут великие дела. Я тут уже сделала дела, говорю же. Помыла все. Залезла сегодня что-то... В 8 утра проснулась, пошла мыть сразу наверху. Все шкафы перемыла. Все поверхности перемыла. Кофе только не успела себя сварить. Ну и уже, не знаю, здесь есть маленечко воды. Это и не беру. Даже есть не могу ничего приготовить, потому что вода не течет. Видите, какая коричневая. Идти куда-то набирать. Ну, честное слово. Надоело. Надоело. С чайником наберу. Что делать? Не, это как вообще? Вот у нас каждую неделю это происходит. Правда, каждую неделю уже невозможно. И звонишь им, у нас поломка, у нас прочистка, у нас поломка, у нас прочистка. А люди как должны. Ладно, там, знаете, я сейчас увидела, пошла, говорю, уже, пошла принимать маму после всех своих вот тех дел. И, ой, так, кипяток льется. Думаю, где холодная вода? Думаю, надо закругляться. Походу, воду снова отключают. Так я домывалась в кипятке, и то струйка уже вот так текла, это, вот, видите, как холодно идет. В общем, доброе утро, как называется. Зато с утра все переделала. Почему рано проснулась? Боялась, что сын проспит школу. Подскочила без 15.8. Захожу к нему, он гладит свои вещи. Говорю, ты проснулся? Он мне говорит, ну да, мам. Ну, типа, ты же видишь, гладу вещи. Ну да, вижу. Молодой мой золотой. Все. Сейчас кофе выпью. Еще не пила ни кофе, ничего. Стакан воды с утра выпила. Что ж готовить-то, а? Я в шоке. Добрейшие.